Алматы живописно раскинулся в предгорьях Зайлиска Самого северного горного хребета Тиньшаня Так что Алматы такой же горный город, как Душамбе или Ереван Общая площадь города более чем 170 квадратных километров Живописная природа этого края – удивительные горы, утопающие в сладкопахнущих травах Смотрите программу Алматы Лайф и вы узнаете еще больше о нашем любимом городе Южная столица славится не только своими самыми вкусными апортами, но и другими интересными фактами К примеру, наша визитная карточка – телевизионная башня – одна из самых высоких телебашень в мире Алматинский метрополитен первый в Казахстане и второй во всей Центральной Азии К слову сказать, впервые трамвай в Алматы пошел в 1937 году Его протяженность составляла 11 километров Если вы хотите узнать больше о нашем любимом городе, смотрите программу Алматы Лайф Далее все только самое интересное Субтитры создавал DimaTorzok Бег – один из самых доступных видов спорта Все, что вам нужно – спортивная обувь, дорога, ну и, конечно же, желание Алматы считается самым бегущим городом в Казахстане Алматинцы все куда-то бегут и бегут А вот куда и зачем – мы попытались разобраться в следующем сюжете Казалось бы, что может быть проще взять и побежать Но на практике выясняется, что не так-то это и просто Через пару минут быстрого бега почти у всех новичков начинает сбиваться дыхание, а ноги заплетаются от усталости В ближайшее время в Алматы пройдет Алматы-марафон, а именно 15 июля 2017 года Максимальное количество людей, кто может принять участие в марафоне – 650 человек Ну и, конечно же, свое начало тур возьмет в Роще Баума Герои нашего репортажа признаются, что бег – это наркотик Попробовав его однажды, остановиться будет очень легко Соревновался специально два месяца, ну, чтобы пробежать И вообще цель была пробежать и без остановки Вообще на время не смотрел Ну и внутренне соревновался со своими друзьями, да, которые лучше меня бегали 11 июня 2017 года на территории прекрасного природного парка Медео пройдет еще один забег под названием «Яркокросс» Пробегая несколько километров, обычные жители южной столицы добавили краски в свою жизнь и стали участниками ежегодного феерического события «Яркокросс» Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и пропаганда спорта среди молодежи и людей старшего поколения, а также благотворительный сбор средств для озеленения города Алма-Аты Продолжение следует... Цветные марафоны, как «Яркокросс» с успехом, проводятся во многих городах Австралии, Бразилии, Португалии, Германии, США и, конечно же, Чили С 2013 года этот красочный забег набирает популярность В прошлом году 4000 участников совершили цветной пробег в Алма-Аты И уже через год 6000 человек окунулись в веселую атмосферу «Яркокросса» В последнее время все больше алматинцев приобретают здоровые привычки Приобщаются к бегу и длительным прогулкам Но не все районы города приспособлены для этих занятий «Алматы Лайф» собрал список мест, прогулка по которым будет не только приятной, но и безопасной Территория парка «Первого президента» – одна из самых зеленых в городе Свежий воздух и компания в виде птиц и белок вам обеспечены Парк «Первого президента» идеально подходит с точки зрения местности, по которой предстоит бежать Специалисты сходятся во мнении, что бежать лучше по мягкой земле, а не по асфальту Инициативные группы бегунов собираются на центральном стадионе И совершают методичные пробежки вокруг сооружения Рядом также находится футбольное поле и небольшая площадка, на которой можно будет сделать разминку перед забегом Для пробежки необходимо выбирать обувь для твердого покрытия, так как территория стадиона полностью заасфальтирована Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Плиний Старший говорил Нет большего наслаждения в мире, чем ощущать благоухание цветущего виноградника И он, несомненно, был прав Ведь виноград не только обладает потрясающим вкусом, но и содержит в себе немало полезных свойств И чтобы каждый казахстанец мог на себе ощутить всю прелесть этих ягод На территории города Сары-Агаш расположился завод по переработке винограда, оснащенный современным французским оборудованием На территории завода расположены виноградники, занимающие площадь в 600 гектар Все саженцы для них были доставлены из известной провинции Франции – Бардо Особенностью виноградников является их почва Благодаря расположившемуся вблизи завода источнику минеральных вод Виноград при созревании вбирает в себя рекордное количество полезных минералов Что только увеличивает полезность ягод Конечно, есть свои характерные свойства, полезности на организм потребителя Недостаточно просто вырастить виноград Нужно еще и передать весь его вкус потребителям Именно с этой целью он и подвергается обработке Сбор урожая производится вручную Ягоды отбираются тщательным образом Сначала на винограднике, затем при приемке винограда до его поступления в чаны Благодаря тому, что поля находятся вблизи завода На переработку ягоды поступают в течение 20 минут Что позволяет полученному продукту сохранить полезные свойства Разгрузка винограда происходит без участия человека Подвозится виноград, разгружается в бункер Соответственно, механические или физические воздействия на виноград не происходят Виноград разгружается в приемочный бункер После этого идет переработка винограда Процесс переработки винограда полностью автоматизирован Современное оборудование завода исключает возможность каких-либо ошибок Которые смогли бы повлиять на качество исходного продукта Человеческий фактор, скажем так, сведен к минимуму Нет грубых механических воздействий на саму мезгу На сам сок, скажем так И непосредственно, что получается в конечном итоге Очень нежный продукт Мы стараемся довести до потребителя Те качества конечного продукта Которые не были изначально в самом винограде Как бы ароматика, вкусовые качества И даже несмотря на полезность новых технологий Весь процесс переработки винограда находится под самым строжайшим контролем Четкий контроль должен производиться от двух до трех раз в день Проводится контроль качества Это заключается дегустация Если обнаруживаются какие-то недостатки Лаборатория делает анализ Смотрит, в чем может быть дело Если ничего не происходит Идет так, как и должно быть Температурный режим в норме Не скачет то, что влияет очень сильно на дрожжевую среду Соответственно, после текущего дня Делается контрольная дегустация вечером Чтобы убедиться в том, что ничего не произошло в течение дня Так как может произойти отклонение То, что очень будет трудно исправить на следующий день Виноградный напиток проверяется на соответствии государственным требованиям Он проходит ежедневный анализ основных показателей качества Санитарного состояния и степени зрелости сырья Благодаря такому щепетильному подходу к работе Продукт полностью соответствует европейским стандартам Роль лаборатории заключается в определении содержания сахара В самой ягоди, в самом винограде Которая уже по итогам определяет сбор винограда Также определяется тетруемая кислотность Сам контроль качества, чистоты оборудования Чистоты самого процесса переработки винограда Определение микрофлоры, самой среды сусла, бродящего сусла Контроль температурного режима брожения Все это входит в обязанности контроля производственной лаборатории И лишь убедившись в том, что полученный продукт соответствует критериям высшего качества Он попадает на полки магазинов Ну а там уже каждый желающий может приобрести великолепный виноградный напиток Который, несомненно, скрасит даже самый трудный день Как можно узнать настоящего алматинца? Алматы делятся наверх и низ Если в горы, то вверх И, соответственно, если не в горы, то вниз Скоренные жители и те люди, кто давно проживает в этом мегаполисе И другие города делят по идентичному способу Даже если гор и нет Вы смотрите программу Алматы Лайф Оставайтесь вместе с нами на телеканале Хит-ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»